Как создать американский YouTube, не снимая себя на камеру, даже не записывая свой голос, но чтобы видео приносили миллионы просмотров? В следующие минуты вы узнаете, какой тег сделает ваш канал международным, как автоматизировать самый скучный процесс при загрузке в видео и многое другое. Во-первых, американского YouTube не существует, есть только один YouTube на всех. Просто кто-то делает контент на английском, и его смотрят все люди из всего мира, которые понимают английский язык. Так что даже если вы будете создавать контент на английском, вас будут смотреть не только американцы. Ваше видео будут смотреть все люди, имеющие доступ в интернет и понимающие английский язык. У них без лица и голоса есть, конечно, недостатки, но их главное преимущество следующее. У них нет оригинальных ограничений. Это значит, что ваше видео может смотреть любой человек из любого уголка планеты, и он поймет, о чем оно. И для того, чтобы любой человек захотел открыть именно ваше видео, обложка должна быть без текста, а названия, описания и субтитры должны быть переведены на все языки, ну или хотя бы на самые популярные. Я вам покажу, как это можно сделать самому, и как это дело можно автоматизировать. Потому что автоматизация рутинных действий, рутинных задач освобождает для вас время. И это самый ценный ресурс, который у тебя есть. Еще это избавляет тебя, скажем так, от не самой приятной части работы. Но до этого давайте подумаем, какие ниши подходят под наши хотелки. Это может быть что-то из категории «сделай сам», где вы можете даже телефоном снимать свои ролики. Сейчас у нас были зимние праздники, и можно было снимать, как вы красиво делаете разные мелочи для елки. Затем день влюбленных, потом Пасха, где вы можете снимать, как красиво красить яйца. Куриные. Следующая ниша больше подходит для девушек, хотя... Это мейкап, нейл арт, где также можно не показывать свое лицо. Многие покупают ароматизированные свечи, но вы можете через ваше видео показывать, как это можно сделать самому. И разве хотите создать канал без лица и без голоса, но вам все же нужно как-то взаимодействовать с вашими зрителями? В этом случае можно использовать субтитры. Для тех, кто не знал, субтитры тоже можно перевести на разные языки. И есть один тег, которого если включить в поле для тегов к видео, он автоматически включит субтитры на языке зрителя. К примеру, вам захотелось чего-нибудь вкусненького. Открываете YouTube, смотрите рецепт и там все на русском. И название, и описание, и даже субтитры. Вы даже не будете подозревать, что это видео создал какой-то китаец. Кстати, о рецептах. Если кто-то из вас думал о кулинарной нише, то я полностью поддерживаю. Хотя эта ниша супер конкурентна, шанс есть. Я сам зашел в эту нишу и после трех месяцев получил монетизацию. В среднем канал приносит по 200 долларов в месяц. Что мне кажется приятным бонусом, когда помимо твоей основной работы, у тебя есть такой вкусный источник дохода. Но если у вас есть возможность создать видео чаще, чем я, а я снимаю раз в две недели, то у вас есть возможность заработать намного больше. В кулинарной нише стреляет не каждое видео. Можно заметить, что даже у самых популярных каналов есть видео, которое набирает по несколько сотен или тысяч просмотров. И это нормально. Из 10-20 видео вам будет достаточно, если одно-две видео попадут в рекомендации и принесут доход, который покроет все остальные видео. Я это говорю, исходя из анализа многих каналов, в том числе из своего личного опыта. Мое лучшее видео за 4 месяца собрало полтора миллиона просмотров и сейчас в день набирает по 10 тысяч просмотров. Так что это за тег, который автоматически включает субтитры на языке зрителя? Этот тег вы сейчас видите на своем экране и его нужно включать под каждым видео в поле для тегов. И каждый раз, когда зритель откроет ваше видео, у него автоматически откроется субтитр на его языке. Таким образом вы можете с ним взаимодействовать без слов. Помните, я говорил, что ваша обложка должна быть без текста, раз вы хотите создать международный канал? Я не буду в этом видео рассказывать, как делать обложки. Я только хочу поделиться с вами одним сайтом, который поможет вам хоть как-то понять, как будет выглядеть ваша обложка на разных устройствах. Вам нужно зайти вот на этот сайт, загрузите сюда вашу обложку, напишите название ролика и ниже можете увидеть, как смотрится ваша обложка на телевизоре, на компьютере, на телефоне и так далее. Я очень часто пользуюсь этим сайтом и подумал, что вам тоже может пригодиться. Если да, как же перевести название, описание и субтитры и как это автоматизировать? Для этого вам нужно зайти в творческую студию, контент и выбрать видео, которого хотите перевести. После чего во вкладке субтитры вы можете добавить новый язык и с помощью Google Translate перевести название и описание, а субтитры переводятся отдельно. Нажимая на субтитры, вам дает возможность самому все переводить, загрузить уже подготовленные субтитры или просто нажать перевести и этим делом займется сам YouTube. Итак, мы перевели одно видео, осталось еще 190. Это из тех, что предлагает Google Translate. Лично для меня нету ничего более скучного, нудного и вообще это большая трата времени. Поэтому, если вы будете сами вручную все перевести, я рекомендую зайти в Google и поискать там самые популярные языки мира. Выбрать топ 30-40 языков и их перевести. Иначе вы просто забросите это дело. Для себя я выбрал другой путь. Я искал в интернете сервис, который сделал бы всю эту рутинную работу за меня. И я его нашел. Он настолько крутой, что буквально за считанные секунды переводит и название, и описание, и теги на все языки, которые вы один раз галочкой выберете. Да, он не бесплатный, он стоит 5 долларов в месяц, но за это вы можете переводить 5 видео и сделать 200 переводов. К примеру, если за месяц вы добавите 5 видео, то 200 переводов делим на 5 и получается по 40 переводов на одно видео. По 40 языков. Выбирайте видео, выбирайте языки, нажмите перевести. Все. Вначале вам дают где-то 70 переводов. Точно не помню. Но поверьте, лучше заплатить эти 5 долларов, чем убивать свои глаза, свое время и вообще желание делать новое видео. Что еще очень важно в любом видео, особенно, особенно, без лица и голоса, так это монтаж. Нет, дайте зрителю заскучать. Ваши видео должны быть динамичными. Меняйте ракурс каждые 5-8 секунд. То приближайте видео, то отдаляйте и так далее. Не давайте зрителю заскучать и выключить ваше видео. Если вы хотите, чтобы ваше видео попало в рекомендациях, тогда зритель должен посмотреть ваше видео как можно дольше. У вас должна быть средняя продолжительность просмотра от 40%. При этом длительность видео должна быть желательно от 8 минут. И осталась еще одна важная часть, которая очень сильно влияет на среднюю продолжительность просмотра. Это, конечно же, музыка ваших видео. Вы и так хотите создать канал без лица и голоса, куда еще без музыки. Но откуда взять музыку без авторских прав, да еще, чтобы это было бесплатно. Знаете, я всегда недооценивал музыку из фонотеки Ютуба. Мне всегда казалось, что музыка там вообще никакая и там трудно разбираться и найти хорошую музыку. Но недавно я зарегался на Epidemic Sound и воспользовался первым бесплатным месяцем. Я искал одну песню, я даже был готов за нее заплатить. Но на этом платном сервисе ее не было. А знаете, где я ее нашел? В фонотеке Ютуба. Бесплатно. Есть еще три сайта, где можно скачать музыку без авторских прав и бесплатно. Откройте это видео, чтобы узнать, что это за сайты и как ими пользоваться. Увидимся в следующем видео.